Дорогие друзья, добрый вечер. Мы сегодня открываем 14-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Это всемирно известный смотр, не только всемирно известный смотр молодых талантов, молодых исполнителей, но это ещё и состязание в артистизме, в мастерстве исполнения, в виртуозности. В этом году конкурсы впервые проходят сразу в двух городах. И здесь, в Москве, в этом замечательном зале, который мы в течение года привели в порядок. Кстати, мы будем продолжать восстанавливать консерваторию до 2016 года, будут продолжаться эти работы. Но конкурс пройдёт и в Петербурге, на двух площадках, и в новом концертном зале Мариинского театра, и в филармонии в Петербургской. Я не преувеличу, если скажу, что конкурс Петра Ильича Чайковского, безусловно, является наиболее статусным в нашей стране, безусловно, относится к разряду национальных достояний нашей страны. И в этом отношение нашего общества к искусству вообще, к музыкальному искусству. И, безусловно, в этом, конечно, и огромная гордость нашего народа за тот выдающийся вклад наших соотечественников в копилку мирового искусства. Незыблемый авторитет русской музыкальной культуры во многом определяет и восприятие конкурса Петра Ильича Чайковского в мире. Именно поэтому сюда с удовольствием приезжают молодые и талантливые исполнители. Безусловно, для молодых исполнителей это и для пианистов, и для вокалистов, для велничеалистов, для скрипачей. Это, безусловно, отличный старт своей творческой карьеры. Как бы ни было, как бы мы ни говорили о прошлом, но нужно смотреть всё время в будущее, смотреть, что происходит сегодня. Вот с 1958 года, когда стартовал конкурс, многое изменилось. Вот впервые будет прямая трансляция. Это, конечно, накладывает особую ответственность на исполнителей. Конечно, им придётся непросто, когда сотни тысяч человек будут смотреть на то, как они совершенствуют своё мастерство, то, как они преподносят публике свой талант и на замечательную музыку классиков мирового искусства. Но это, безусловно, ещё и ответственность для молодых исполнителей. Мы все будем за них переживать. Чтобы показать всю высоту судейской планки, конечно, нужно сказать сегодня и о жюри. Я не буду сейчас перечислять все имена, но это имена самые-самые-самые известные в мире. Это выдающиеся исполнители, выдающиеся музыканты и критики. Многие из них когда-то начинали свою карьеру, выступая здесь, на этой сцене, в качестве конкурсантов. Безусловно, для них будет особым удовольствием, я думаю, открыть для мира новые имена, новые таланты, зажечь новые звёзды на музыкальном небосклоне. В этом году победителям будут вручены не только медали, дипломы и денежные премии. Впервые за всю историю конкурсов Чайковского организаторы сумели, это, конечно, их большое достижение, я думаю, мы все должны за это их поблагодарить, организовать для победителей конкурса трёхлетние гастроли, как в России, так и в других странах мира. Это, конечно, уверен, будет блестящим началом карьеры любого талантливого молодого исполнителя. И, кроме того, победителям предоставлена будет возможность сыграть и с оркестром Мариинского театра, и с лондонским симфоническим оркестром, в том числе и в знаменитом концертном зале «Карнеги Холл», который 120 лет тому назад открыл лично Пётр Ильич Чайковский. Я хочу от души пожелать нашим конкурсантам справиться с волнением и показать всё, на что они способны. Я думаю, что это будет интересное, в известной степени жёсткое, но всё-таки очень интересное соревнование, безусловно, очень талантливых людей. Пожелаем им всех, всем успехов. Спасибо вам большое за внимание.